Не уступали дорогу, ездили без прав и управляли автомобилем с техническими неисправностями. С такими нарушителями попадались казанские автомобилисты в так называемом тоннеле. Сегодня автоинспекторы массово и одновременно выявляли латентных нарушителей правил дорожного движения. Особое внимание уделяли тем, кто не торопился пропускать пешеходов. Об итогах рейда расскажет Нафиса Минязова. Уже в начале рейда инспекторы остановили нескольких водителей. Заодно и то же нарушение. Все как один не пропускали пешеходов. Если сначала они пытались спорить, то после непродолжительной беседы с сотрудником ГИБДД люди не отрицали свою вину. Сколько лет за рулем? Первый раз. А сколько лет за рулем? С 96-го года. И ни разу ни одного нарушения? Ни одного. Проблема с наездами на людей в городе довольно острая. В среднем за сутки под колеса автомобиля попадают 2-3 человека. Сегодня автоинспекторы наказывали как непропускающих водителей, так и пешеходов, шедших в неположенных местах. Но помимо этого хватало и других нарушителей. За небольшой период времени остановил водитель, имеющий неоплаченные административные штрафы. В отношении данного водителя составлено административный протокол. Впрочем, кому-то повезло меньше. Помимо штрафов у водителей эвакуировали автомобили. К примеру, у одного из автомобилистов еще в январе истек срок действия водительского удостоверения. Это, честно говоря, внимание обратил. Редко останавливают, редко проверяли. И сам нет такого, чтобы открыть, посмотреть документы. Ну, так получилось. Вот два месяца, три месяца просрочено. Такую же участь постигла и отечественный автомобиль. У пятерки сотрудники ГИБДД выявили технические неисправности. Хотя сам хозяин машины 95-го года выпуска с таким положением дел согласен не был. У меня с рулевым управлением все хорошо. Развал сделан, все сделан. Рулевые наконечники год назад поменял. Все нормально там. Он просто на глаз посмотрел. За три часа автоинспекторы выявили 22 нарушителя и предупреждают, что такие рейды будут проводиться регулярно.